Ситуации в Беларуси следишь? Ну, у соседей слежу, интересно. Исторический момент такой. Что победит, да? Что может победить? Система или человеческое стремление к свободе и независимости? Есть ли шансы у Беларуси? Есть. А именно шансы на выборах? Именно победить, именно демократически? Нет, нет, нет. Это не работает. Так это не работает. Будет объявлено, он сам объявит, а победит своя на выборах. У кого СМИ, кто объявляет, тот и побеждает. Там все просто. А вот дальше что будет? Будет интересно наблюдать. Ну, народ выйдет? Как ты думаешь? Он даже не зашел еще, конечно, выйдет. Нет, миллионы, может быть, и не выйдут, но он не зашел еще обратно, чтобы не выйти. Вот, есть, конечно. Но я думаю, выйдет. Поддерживаешь беларусов? Мы поддержим для беларусов. Мы, в любом случае, поддерживаем. Они наши соседи, они наши друзья, они наши родственники. У кого-то наверняка там есть семья. Мы их в любом случае поддерживаем, их выбор поддерживаем. По крайней мере, я. Ну, а у нас, что у нас? Хабаровцы молодцы. Молодцы. Такая солидарность, такая... Такое совершенно удивительное единодушие и удивительная активность для нас. Ну, мы гордимся вами. Да, я надеюсь, что когда-то и города, в которых жизнь покомфортнее, тоже сообразят, что надо что-то делать, надо что-то предлагать, какие-то свои решения. Будет здорово. Хабаровск, мы с тобой. Воронеж точно поддерживает Хабаровск. 100%. Как относишься к ситуации в Белоруссии? В Белоруссии? Да. Да, Лукашенко надо, естественно, скидывать в трону. У них получится? А? У них получится? Получится. Потому что, как бы, сколько веревочки не веся, значит, конец одинаковый у диктаторов. Вот я считаю, что каждый человек, кто хочет узурпировать власть, сидеть на троне своей жопой до конца, должен вот хорошенько подумать, чем это кончается. То есть люди, которые не хотят демократическим путем находиться у власти, избираться, уходить из этой власти, они кончают очень плохо. Они не могут просто уйти спокойно, старость встретить. Им дорога либо в тюрьму, либо на виселицу. И поэтому каждый, у кого в голове возникает вот такая мысль, что я не дам никому власть, буду до конца жизни править, должен об этом помнить. И прежде всего беречь себя, не только людей, которых такой человек гробит миллионы, но и собственную судьбу. Потому что все диктаторы кончают плохо. И Лукашенко хорошо не кончит. Не знаю, сейчас разгонят, но белорусы очень негативно к нему относятся. Ты понимаешь, что они выборы сфальсифицируют? Ну, понятно. Но если, понимаешь, все дело в численности. Если там миллионы выйдут на улицы, ну а что с ними полиция сделает? А выйдут миллионы? Выйдут. Рано или поздно выйдут. Они очень его не любят. А после выборов, на следующий день, выйдут миллионы? Такой вопрос. Я думаю, что нет, кстати говоря. Не знаю, вот не знаю. Но когда-то выйдут. Потому что сейчас такой интересный момент, что 70 тысяч вышло в Минске, когда их голос еще не успел никто украдить. А когда их голос украдут, мне кажется, вполне могут выйти миллионы. Вполне может быть революция в Беларуси. Ну, это понимаешь. Вот человек, который живет обычной жизнью, ему кажется, что это невозможно. А это происходило в истории неоднократно, когда вот такие диктаторы, какие-то вот эти старикашки, которые там уже обезумевшие, захватывали власть. И кончалось тем, что народ недовольно выходил. А что с ними полиция сделает? Полиция не может осуществлять политическую власть. Даже у нас в Воронье уже, они вот штрафуют всех подряд полиция. Там, вот Беляева вышла там со стаканчиками, они пишут, что там со стаканчиками вышла, там штраф. И это уже, как бы, это уже политический кризис. Это говорит о нелегитивности. Полиция не может осуществлять политическую власть. Если это вовлечет много людей, то людям это крайне не понравится. Это вот хорошо, вот мы там добропорядочные, там либералы, соблюдаем все эти закавычки. А выйдут какие-нибудь работяги, мужики, вот они начнут вот так с ними поступать. Они скажут, да вы что, охерели что ли? И кончится это тем, что, ну, короче, каким-то кровопролитим кончится. Я надеюсь, что у полиции хватит ума в этот момент просто, как бы, сложить свои полномочия. Потому что просто даже полицейских жалко, которые вот в случае какой-то заворухи, вот, не поймут вообще, что происходит. А их просто сомнут, если вот так дальше будет продолжаться такой беспредел. Как? Ну, ты же понимаешь, что, допустим, если выйдут миллионы, у Лукашенко выбора не останется, он даст приказ стрелять по людьям. Ну, пусть дает. Приказ будет при вопросе, что сделает полиция, а приказ стрелять по протестующим будет. Ну, пусть дает, но это выстрел. Его же повесят. Он себе в голову стреляет. Его и так повесят. Если люди сметут его, его и так повесят. Ему терять нечего, он загнанный будет в угол. Ну, понимаешь, начальники полиции или чего-то там, которые отдадут приказ стрелять по людям, они тоже должны понимать, что они сядут. Как минимум сядут, если их просто не разорвут там. Так что не факт, что они дадут такой приказ. Будем надеяться, что все у белорусов закончится хорошо. Это станет хорошим примером для нас. Спасибо.